29 апреля 98 года. Полиция Делавера осматривала место преступления, когда вдалеке показалась какая-то машина. Однако, не доезжая буквально сотню метров, машина остановилась, резко развернулась и двинулась обратно. Детективы обратили внимание на маневры водителя, но не придали им значения. Да и зачем им было это делать? А ведь устроя не погоню за загадочным автомобилистом, эта история могла закончиться совершенно по-другому. Дебби встретила Нина Паглисси, когда ей исполнился 21 год, а ему 24. Они познакомились на вечеринке, когда Нина, шутя, спросила их общего друга Билла Шарпа, есть ли здесь приятная девушка, которую он познакомил бы со своей матерью? Билл представил Нина Дебби, охарактеризовал ее как потрясающую девушку. Дебби и Нина начали встречаться и поженились в 1973 году. В течение 25 лет их жизнь не отличалась от миллионов других современных пар. В семье появились близнецы, Мелисса и Майкл, которые уже подросли и учились в УЗИ. Супруги готовились скромно отметить свою 25-ю годовщину свадьбы, когда внезапно все изменилось. 29 апреля 1998 года в Делаверре выдался чудесный погожий день, и Дебби решила посадить перед домом кусты роз. Когда Нина вернулся домой, он удивился, застав жену за этим занятием, потому что ее никогда нельзя было назвать садоводом, но был рад, что она явно получает от этого удовольствие. Дебби попросила позвать ее около четырех часов, так как ей должны были позвонить с работы. Нина кивнул и зашел в дом. Женщина продолжала заниматься цветами, когда у нее возникло инстинктивное чувство, что уже больше четырех часов. Она не придала этому большого значения, решив, что Нина просто забыла о ее просьбе. Женщина поднялась и зашла в дом. Но не успела она пройти на кухню, как почувствовала сильный удар по голове и упала на пол. Женщина была потрясена и не понимала, что происходит. Ее очки упали, и она практически ничего не видела, но разглядела силуэт незнакомца, нависшего над ней. Он спросил, где она держит деньги. Дебби поняла, что в дом ворвался грабитель. Она лежала на полу, пока мужчина рылся в ее вещах. Женщину не покидала мысль о том, что Нина уже должен был прийти ей на помощь, но она боялась, что в таком случае он сам пострадает. Тем временем грабитель связал ее запястья и лодыжки и потащил вниз по ступеням в подвал. Бросив ее на бетонный пол лицом вниз, мужчина надругался над ней. Дебби изнывала от боли и не могла поверить в происходящее. Всего 15-20 минут назад она занималась розами в любимом саду, а теперь терпит издевательства в подвале собственного дома. Когда все было кончено, незнакомец натянул спортивные штаны и ушел. Дебби была уверена, что этот кошмар закончился, когда насильник неожиданно вернулся обратно и снова протащил ее по лестнице. Накинув на нее одеяло и приложив нож к горлу, он отнес ее к машине, стоящей прямо у входной двери и положил в багажник. Дебби была в таком ужасе, что даже не осознавала тот факт, что ее только что похитили. Но у нее и не было на это времени. Мужчина только завел машину, как Дебби уже пробовала освободиться. Она хотела ослабить путы, чтобы когда преступник откроет багажник в следующий раз, начать пинаться, кусать, кричать, в общем делать все что угодно, лишь бы сбежать или привлечь к себе внимание. Но ее план провалился. Когда он открыл багажник, Дебби с ужасом осознала, что она уже в гараже и никто ей не поможет. Похититель отнес ее в дом. Бросив Дебби на кровать в комнате, он сразу заметил, что она пыталась ослабить веревки. Разъярившись, он жестоко наказал ее, грубо надругавшись над женщиной. Она умоляла пощадить ее, отпустить, плакала, но чем больше она молила о пощаде, тем более жестоким он становился. Он смеялся и явно наслаждался ее агонией. Дебби заметила, что он, вероятнее всего, находится под влиянием каких-то запрещенных веществ. Удовлетворив свою похоть, он связал ее по рукам и ногам, а затем связал веревки на запястьях и лодыжках друг с другом, полностью лишив ее возможности шевелиться. Закрыв ее рот и глаза, похититель оставил Дебби в одиночестве. Но вскоре она услышала два громких выстрела и решила, что спасена, потому что это приехавшая ей на выручку полиция. На работе очень быстро заметили отсутствие Дебби. Она работала медсестрой хосписа и на ее ответственность и пунктуальность всегда можно было положиться. Поэтому, не дозвонившись ей, около 18.30 коллега отправилась к ней домой. Заметив соседа семьи Паглисси, коллега Дебби представилась и спросила, не видел ли он соседку. Тот ответил, что она сажала розы в саду и добавил, если она не отвечает, боковая дверь дома всегда открыта. Женщина вошла внутрь. В доме было тихо. Она позвала Дебби. Вещи хозяйки дома, включая обручальное кольцо, лежали на кухонном столе, а очки валялись на полу. Женщина продолжала звать Дебби и Нина. Дебби нигде не было, но Нина она нашла в спальне. Было очевидно, что ему уже не помочь. Кто-то убил его выстрелом в голову. Дебби увидела похитителя только на следующий день. Он рассказал, как ему показалось, что его обнаружила полиция, потому что увидел свет фар, направленных на его окна. Он дважды выстрелил из окна и теперь волновался, что это слышали или видели соседи. Затем он громко включил то ли радио, то ли телевизор. Началась программа новостей и Дебби с ужасом услышала, что Энтони, Нина по Глисси застрелили в собственном доме. Ее саму полиция называла беглянкой и считала подозреваемой в убийстве мужа. До этого момента ей даже в голову не приходило, что с Ниной что-то случилось. Дебби показала, что все произошло очень быстро. Она вошла в дом, на нее напал незнакомец и муж даже не знал, где она. Дебби и представить не могла, что ее похититель навредил Нина. Она изо всех сил пыталась держать эмоции, когда мужчина неожиданно извинился за то, что ему пришлось убить ее мужа. И просто вышел из комнаты, оставив потрясенную женщину одну. Ей было очень трудно принять то, что она только что узнала. Она поняла, что ее обидчик не только грабитель и насильник, но и убийца. А значит, она станет его следующей жертвой. Она также отдавала себе отчет в том, что ей нельзя оплакивать мужа, потому что это лишь раз задорит мужчину. Дебби могла думать только о детях. Конечно, они уже взрослые, но им приходится справляться с двумя страшными потрясениями. Их отец убит, а мать исчезла и обвиняется в его убийстве. В то же самое время детективы опрашивали друзей и родных семьи, но ничуть не приблизились к пониманию того, кто убил Нина. Все в один голос заверяли, что у пары были прекрасные отношения. Они не ссорились, а соседи не слышали никаких криков. Полиция и представить себе не могла, что их главная подозреваемая находится всего в 8 километрах от дома и борется за свою жизнь. Во время повторного разговора сосед пары вспомнил, что хотя криков он не слышал, он видел машину, стоявшую прямо перед домом семьи. Какой-то мужчина положил в багажник одеяло и уехал. Детективы действительно нашли следы от протекторов шин прямо на газоне у дома, что было очень необычно для такого благопристойного района. В сочетании с тем, что на полу кухни валялись очки Дебби, без которых она ничего не видела, полиция сделала вывод о том, что они имеют дело с похищением. Тем временем, похититель проявил себя с другой стороны. Он развязал свою жертву и заговорил с ней как нормальный человек. Это было очень необычно, потому что до этого он едва бросал ей больше фразы за один раз. Мужчина признался, что подумывает отпустить ее, но боится, что она опишет его дом полиции. Дебби ухватилась за эти слова. Если он сам подумывает об этом, надо убедить его и правда отпустить ее. Обратившись к нему уважительно, сэр, она заверила, что никому не расскажет о нем, тем более, что без очков едва его видит. А расположение дома ей и вовсе неизвестно, потому что он привез ее в багажнике. Но так же быстро, как появилась искра надежды для Дебби, так же быстро она и погасла, когда он заявил, что не может ее отпустить. После чего, как бы размышляя вслух, заметил, если он избавится от всех запрещенных веществ в доме, ему грозят не больше десяти лет тюрьмы. Дебби поняла, что имеет дело с не очень умным человеком. Неужели он настолько наивен, чтобы думать, будто за убийство, похищение и насилие отделается десятью годами? Она решила использовать свой ум, чтобы заставить увидеть в ней не жертву, а человека. Спокойно с ним разговаривала, обращалась к нему уважительно, и эта тактика возымела успех. Той ночи он снял повязки с ее глаз и рта и позволил спать в своей кровати. Утром третьего дня похититель заявил Дебби, что ей нужно принять душ. Мужчина не пускал ее в уборную, и в этом действительно была необходимость. Однако, проведя столько времени с вязаной, Дебби не чувствовала в себе сил стоять под струей воды. Она попросила принять ванну, и он согласился. Ей было некомфортно раздеваться и купаться перед незнакомцем, но это меньшее, что ее волновало. Видя, что она закончила, мужчина спросил, не собирается ли она вымыть голову. Она ответила, что это невозможно в ее состоянии. Руки и запястья так опухли и болели, что она не могла их даже поднять. Тогда он сам вымыл ее волос. Для Дебби это был как будто еще один акт насилия. Ей было неприятно позволять убийце мужа касаться ее волос, но она сдержала эмоции. После ванны мужчина заставил ее надеть его одежду и в очередной раз надругался. Только на четвертый день похититель внезапно вспомнил о том, что Дебби нужно есть. Когда он вышел за едой, женщина попросила его купить газету. Как ни странно, он послушался. Они вместе поели и прочитали газету. В ней говорилось о том, что у полиции нет подозреваемых. А родные уже упоминали Дебби в прошедшем времени, что ее чрезвычайно расстроило, хотя она этого и не показала. Зато похититель выглядел очень довольным и даже, казалось, был горд собой. Он считал, что совершил идеальное преступление, потому что никто не знает, где она и никто его не подозревает. 24 апреля, на пятый день заточения, похититель заявил Дебби, что идет на работу. Он говорил так неоднократно, хотя возвращался минут через 20, очевидно, проверяя ее. И все же Дебби решила, что если сбежит, то именно сегодня. Пожаловавшись на жуткую боль в запястьях, она сказала, если он хочет продолжать удерживать ее живой и здоровой, то необходимо придумать что-то другое. Мужчина согласился заменить веревки на запястьях и лодыжках Дебби на наручники и недовольно пробурчал, что она начинает ему дорого обходиться. На вопрос, что он имеет в виду, он ответил, что они стоят 5 долларов. То есть он накормил ее всего один раз, потратил 10 долларов на наручники и, скорее всего, не потратит намного больше. Ей нужно срочно выбираться. Надев наручники на ее лодыжки и запястья, он соединил их между собой веревкой, еще раз громко повторил, что идет на работу и закрыл дверь. Связанная веревками, она не могла двигать руками, но наручники позволяли ей шевелить запястьями. Однако Дебби не спешила и оказалась права. Примерно через час она услышала, как тихонечко открылась входная дверь и закрылась. Дебби поняла, что прошла проверку. Она начала двигать руками, ослабляя веревку, связывающую две пары наручников. Затем с трудом дошла до двери и застыла в страхе. Что если он все еще стоит за дверью и разъярится, увидев, что его жертва освободилась? Дебби пыталась успокоиться, когда услышала голос мужа, произнесший «Держись, дорогая». Собравшись с силами, она приготовилась или выбраться, или умереть в том доме и открыла дверь. За ней никого не было. В темноте на ощупь Дебби дошла до костиной, где заприметила телефон. Нащупав его, она набрала 911. Она назвала оператора свое имя, но, к сожалению, он его не узнал, поэтому Дебби объяснила, что ее мужа убили, а ее саму похитили. Оператор спросил, где сейчас преступник, и она ответила, что он на работе, но может вернуться раньше, чем прибудет полиция. К счастью, полицейские отследили звонок и примчались меньше, чем через 6 минут. Оператор все это время оставался с ней на линии. Он успокаивал ее и убеждал, что полиция уже в пути. Когда офицеры, наконец, выломали дверь, вырвались все эмоции, которые Дебби сдерживала почти неделю. Горе от утраты мужа, похищения, насилие и неожиданное спасение – все слилось в единое целое. Дебби доставили в больницу, где она, наконец, увидела своих детей и других родственников, которые съехали со всей страны, чтобы поддержать Майкла и Мелиссу. Это была очень странная смесь чувств. Все были омрачены из-за убийства Нина, но вместе с тем рады видеть Дебби живой. Полиция не составила труда узнать, кому принадлежит дом, в котором томилась Дебби. Дональд Флэг работал на фабрике, а в свободное время грабил и подвергал женщин насилию. Дональд не стал запираться и во всем сознался. Больше того, он прояснил некоторые моменты, которые полиции не были известны. В тот день он просто проезжал мимо дома семьи Паглиси и увидел, как Дебби занимается розами. Положив на нее глаз, он проник в дом и выжидал на кухне. Вернувшийся домой муж не спугнул Дональда. Он выстрелил в хозяина дома, после чего спокойно достал пиво из холодильника. Дебби не слышала выстрел из-за стройки поблизости и работающих газонокосилок. После того, как преступник похитил Дебби, он вдруг осознал, что ничего не украл из дома, упустив прекрасную возможность поживиться. Он вернулся к дому жертв, но его уже окружили работавшие на месте преступления полицейские. Детективы видели, как машина резко остановилась и развернулась, но тогда у них не было причин гнаться за водителем. Только позже они узнали, что это был их подозреваемый. Несмотря на признание мужчины, адвокат убедил его заявить о своей невиновности по причине невменяемости. Поэтому Дебби пришлось давать показания на суде. К счастью, ее психолог отлично подготовил ее. Он попросил Дебби чаще смотреть на фото насильника и называть его по имени, чтобы привыкнуть к его лицу и не проявлять слишком много эмоций. Это прекрасно сработало. На суде она не только сохраняла спокойствие, но даже смотрела прямо на своего обидчика, вынуждая его самого отводить взгляд. Несмотря на все потоки адвоката, Дональд Флэг был признан виновным. Судья приговорил его к восьми последовательным пожизненным заключениям плюс еще 166 лет. Кроме того, в течение первых десяти лет он будет сидеть в одиночной камере с 20 по 24 апреля, то есть в те дни, когда в заточении сидела Дебби. Сама Дебби рада, что он больше никому не причинит вреда. Она отказалась посещать группы для жертв насилия, о чем впоследствии пожалела. Ей нужно было выговориться, но ее семья не хотела разговаривать с ней о произошедшем, потому что им самим было тяжело. Дебби нашла исцеление, помогая другим жертвам нападений. Она написала книгу о пережитом, которая стала обязательной литературой в некоторых вузах США, читала лекции и даже помогла службе спасения Делавера изменить свои методы работы, чтобы установить местоположение позвонившего человека намного быстрее. Дебби даже нашла в себе силы встретиться с Дональдом в тюрьме и задать ему вопрос, терзавший ее все это время. Собирался ли он ее убить? Тот ответил да, отпускать ее живой он не планировал. Узнав, что произошло с Дебби, с ней связался Билл Шарп, тот самый Билл, который когда-то познакомил ее с Ниной. Они встретились лично во время тяжелого для Дебби судебного процесса и разговорились. Точнее, Билл позволил Дебби выговориться, выслушал ее. Он начал посещать с ней психолога, который, глядя на них вместе, сразу понял, что его поддержка по-настоящему целительна для женщины. Будучи для Дебби поддержкой и опорой, в сентябре 2000 года Билл стал и ее мужем.